Техно 5 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 Я думаю, можно поваладировать. На старте курса фабрики предпринимательства для продвинутых Автолига уже успела пройти некий исторический период развития от гаражей, где мы сами мыли автомобили, до сети техцентров по городу Казани. И мы находились в периоде перехода от этапа «давай-давай» к юности по методологии Адизиса. Соответственно, у нас были все характерные признаки и проблемы данного этапа. Перед нами стоял выбор. Либо мы переходим на новый этап эволюционного развития нашей компании, либо мы на этот этап, на эту ступень перепрыгиваем. То есть с большей динамикой. Соответственно, мы, конечно же, выбрали второй вариант. Что мы сделали в первую очередь? Уже где-то на первом занятии курса фабрики предпринимательства для продвинутых мы осознали, что у нас есть миссия. Кстати, говоря, что миссия не у всех компаний даже существует. У нас есть миссия, но она представляла собой лист формата А4 мелким шрифтом. Висела в каждом практически кабинете нашей организации в виде такой красивой таблички. И если спросить любого сотрудника нашей компании, что является нашей миссией, никто бы ничего не ответил. И, честно говоря, что если бы даже нас спросили, мы не вспомнили, что там написано. И, по сути, мы не знали, для чего мы существуем на этом рынке. И первое, что мы сделали, мы сформулировали нашу новую миссию. Наша миссия – взять все заботы, связанные с управлением автомобиля на себя, чтобы вы могли испытывать только наслаждение и восторг от управления. Мы сформировали свои цели. Цели на 2021 год, на 2016 год. И эта миссия и цели, она теперь известна нашему каждому сотруднику. На самом деле здесь что нужно сказать? Я хотел конкретные примеры привести, что мы сделали до того, как мы посетили фабрику для продвинутых. На самом деле нашей компании уже достаточно много лет, и мы думали, что нам там вообще делать. Это оказалось совершенно неправильной мыслью. Мы, как маленькие дети, сидели и слушали 90% информации, которую нам давали, те спикеры, которые вещали, это была совершенно новая информация для нас. Мы сидели и думали, черт возьми, а почему мы это не внедряем вообще? Мы столько лет работаем. Мы создали отдел продаж, наконец, потому что на протяжении 15 лет мы работали, у нас не было продавцов вообще. Мы просто консультировали людей, которые и работали на входящем потоке. Мы создали лендинги, мы настроили Яндекс.Директы, Гугла и все такое. Мы увеличили наш средний чек, как было сказано, 15%. Мы привлекли огромную массу новых клиентов. И плюс, самое главное, мы научились работать с нашими постоянными клиентами. Теперь мы, наконец, их полюбили, мы каждого знаем, и мы их поздравляем с днем рождения и оказываем всяческое внимание. Это вкратце все, что мы получили на фабрике. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok